Девушки отдыхают Доброе вечер! Јте чули да постоји вршњачко насилје у Србији? Јте гледали неку емисију о томе или читали некий чланак? Предпостављам који одговар дајете. А је некада добили информацију или прочитали негде како је нека институција правовременно реаговала и заштитила оног која је жртва и нје га прогласила за кривца? Предпостављам опет који одговар дајете. Ова је прића о дећаку који је проживио вршњачко насилје у првом разридну средње школе и који се жалио својим професорима и онима који су задужени за га заштите у нади да ће заштиту ји добити. Међутим, као и свака оваква прића завршавася, ми смо предузари све што можемо и не сносимо и не осећамо никогу одговорност. Одног дана овај дећак био примуран да сам брани свој живот и живот члана своје породице. Гледате Живот прића. Полоском у први разред средње грађовинске школе о Новом Саду починју да га злостављају нјему непознати младићи. Отимају му новац, ствари, претресају, шамарају. Када је остајао траѓ шамара, мајци је говорио да је то од алергии или да се сам ударио. Ломили су му најчаре за вид. Било га је сремота. И други момци из школе су имали исти проблем са насилницима. Покушавао је да избегава ситуације у којима би могао да буде нападнут. Увек је гледао да иде другим путем кући. Злостављање је настављало. Купио је нож и боксер да би се сигурније осећао, јер се плашио. Насилници су се подсмевали обезбеђђенју школе. 7.11. 2012. године је после дужег злостављања позао свог уљака да му помогне. Насилници су у самам холу школе напали њега је уљака пред обезбеђђенјем школе, циглом, металном кантом, почињео да је туку. Када сам видео да не могу да се извучем, почиње свејача да ме дави и нисам размишљао ни о чему. Остао сам без даха. Све ми је било црно изпред очију. Осећам као да сам пао на колена, не могу више да стојим, ниско сам, удавиће ме. И онда, вадим нож из джепа и почињем да млатим ножем. Вечера се мисли живот прића, деца која је проживео све ово, добрајеће, добра дошла. Добреће, добра дошла. Се би овре, изволи. Нјегова мајка, Катарина. Добреће, Катарина, изволите. Ми нећемо говорити твоје име, из разлога што сме тако договорили, да је ти потпишемо само iniciјалима. Меѓу тим, оћемо на почетку да нагласим да си ти одлучио да ти не секријемо идентитет и да покажеш своје лице и да својим идентитетом исприћаш ову прићу. То ћемо да подведемо под своју храброст и хвала ти на томе. Ајдемо, кријемо негде от почетка. Ти си је уписао, то је средјна граѓовинска школа у Новом Саду. Да, да. Је тако, добро. Ти си уиначе и Скаћа. Искаћа, је сам кријемо тад у школу, у град. Први, средје. Иначе ти, ова, и као, од малена си некако ишаво је школу, али си почео рано да радиш? Да, је кудувек у пекари, помагао, како куќе, као земље, као домачинство и тако. И уек си имао неки своји чапараци и тако нешто. Јли волео да имао своји чапараци у век? Па јеста. А шта радиш око куће око домачинство? Шта си радио? Па одвориш је земље, споримао семје, тако. Добро, ни ти било мрско, мислим, то није мрско. Боле, викендам дуже спавиш, негао радиш земље? Па ни ме, то ме испунјава некој, некој нациј. Не воле, може, имам пуно слободног времена. Значи, крећеш граѓовинску школу, веће град, нова средина, и то је оно прелагађавање које сви клинци, не замери ми. Дојевљавају, да. Јесте, које дојевљавају. Који си били твоји први утиси у тој школи? Како си си снашавао? Повеће зграда, достоа доведејање. Се мора да пратим које ученица, које што спрати и остао. Та било је мало збунјујуће, је се снавазијао. Добро. И каде је кренуло то? Како је се први пут догодило да је те неко пресирео да је те неко? Па то је било одно после почетка, у септембру, пет, шести дана. Чим си кренуло у школу? Да, чим си кренуло у школу. Досад ми то одне шаладарни тражао позајема, 50-100, 20 динара то да. А ови, не, ови. Добро. Докјање је дуѓју, је што је што је што је што је што је и оду. И ту први пут је било много чудно. Та је нејо, што је мож да је нејае. Друга пута је се веј десило, је је то је полюљало да је је неко сигурност, а нам шо је што је решени. Что случилось? Подожди, объясни, как это выглядит. Они были не познакомлены? Не познакомлены. Первый раз они идут окружать двоица-троица. Они видят трубки, джепы, что они нужны, что они нужны, и они уходят. И это началось снова? Да, снова и снова. Но я не знал, что еще несколько других что это произошло. Что это произошло. Вы знали, Катарина, что это произошло? Нет, я не знала, но я заметил его что это произошло. Я не знала, что я с ним общался, но я и снова подумала, другая среда, другая девушка, и он не знал, но я не знал, что я доверяю в своих детей. Потому что мы с ним, и его сестром, как родители. Мы как родители. А вы, Мама, Мама? Да. Я доверяю в него доверяю, и все, что я доверяю, и я думала, что если у него есть проблемы, он говорит мне сам. И мы говорили, что мама, и мы сказали, что я не знал, что я с ним с этой среде. Да, как вы спите, иди в него. Да, что ты не сказал маме? В то время было больно. Я не знал, что я не знал, что я не знал. Я не знал, что я не знал. Я с ним не знал, Да, как я знаю это. Да, она была тогда болезнен, и я хотел, чтобы она уничтожила. Ты уничтожил маму, чтобы ты не нервировал и... О, Боже! И надеюсь, что это будет прекратить. Как это было дальше? Все чаще и чаще. Всего другого дня? Грубли и грубли. Что значит? Я провалил до них, когда я в Торбец, он в Торбец взял пар. Я чувствую что-то немного другим. И они не могли так, чтобы они взяли все, что они взяли. И? И он мне это сообщал. Он сказал, что это было. Он сказал, что обратите к психологу. Он сказал, что не могу помочь, как это город. Не можете сделать важные вещи, как вредно, износить из школы. Не, 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 не. Ты уехал от этого, что ты сказал? Если у вас есть такой проблем, возьмите нам деньги, возьмите другую услышку на телефон, никто не проводит это. У нас есть школский полицейский человек из обезбедения. Немного не предусматривали это, никто не предусматривает это. И они говорят, не можете выносить вредные вещи из школы. Не можете выносить вредные вещи из школы? И это решение? Да, и это решение. Если нужно, то нужно взять эти вещи из школы. Я должен сначала приехать из дома и принять это с этим. И мне кажется, что ты говоришь. Если я стою на телефон, то я иду в дом, а когда я приехал, то я куплю в школу. Не было за скрозу. На самом деле, педагог и подтвердил, что это так. Когда мы после всего... Что вам я сказал, педагог? Подвердил, что это так. Что? Да не доноси вещи, которые вредны. И это так. Да, после всего. Да, это так было. Невероятные методы имеют ответственные работники. Потом мы путали код резервы? Код резервы, да. И что ты сказал, резервы? Мы тоже сказали, что мы получили проблемы с нашими вещами. И мы, другому, и другому. Они успешно в школу, где мы уехали то, что мы это делали. И мы сказали, что это делали. У меня не было решение, что мы могли сделать это. Мы не получили ничего. Ничего не было. Ты сказал, что меня зло оставят. Вы сказали, что ты боишься. Да, все это говорят. У них есть камеры, у них есть обезбежение, у них есть обезбежение. Обезбежение, человек 60 лет, он в пенсии, и он работает как обезбежение, и он еще один день возьмет. Что с ним? Не можно с гилиптином идти на конкурсе. Они успевают ему, когда пролезут и пролезут. Они не выполняют никакую функцию, а работают. Были это все вместе, те, кто заставил тебя, или они меняли? Или это одна группа? Одна группа. Было их троих, а на следующий раз будет одна от них двоих. И так они изменялись. И когда ты начинал, что ты боишься? Какое ощущение тебе было? Немного страха должна быть в доме. Морг знает, что он будет идти, и он будет идти на другую сторону. И он опять не будет там. Другой день опять идем здесь, и он опять не будет там. И я не пробовал больше. Я не пробовал больше. Немного назад, ни там. И тогда появилась большая страха. Большая страха. А когда ты начинал, физически, дать тебя? Когда я заплатил тебя? Тогда я не могла, я не могла, не могу найти. Они не смогли найти. Они начали спорить, а они знали, что я им это уже не было. И я начну от этого, потом я дал. И я начну от тебя. Когда я спорят тебя? Тогда я утром. Я не могу сказать, что я не могу. Когда я не верю, когда они приходят к мне, и когда я не могу, тогда они начинают спешить, ловить на ногу, и так далее. Как ты чувствовал в эти моменты, когда их больше? Когда ты понимаешь, что ты беспомощный? Я не уверен. Я единственное, что я был в этом работе. Я был в автобусе и в школу. И они больше. И они больше, и они не имеют защиту. И в школе все, что происходит, никто не имеет ответственности. Как я могу. Вы, Катарина, может, вы заметили, что он имеет даже шамару. Как он сделал это? Он сделал это. А это аллергия. Это, может, дрогарица. Я сам ударил это. Немного, он будет. Да, и так. Он говорит. Я даже подумал, может, что он имеет симпатию, и сидит вместе. Он имеет 15 лет иногда. Да, девчонка. Да, девчонка. Да, девчонка. Он сказал, что он не нервировал. Сколько это прошло? То есть, это начало 5-6 дней после ухода в школу. В октябре и в октябре это произошло. То, что я говорил. 2,5 месяца. В октябре и в октябре, 2,5 месяца, они оставили тебя, пресечу, плачкают, шамарают, чупают. Да, и от того, я с вами обращаюсь, и в школу полица, и человеку, и человеку, и психологу, и педагогу, и директору, и никто ничего не предупреждал. Я, наверное, надеюсь, что человеку никогда отвечает за свое нескренение и после своего нескренения. Что ты сказал школский полица? Ты, когда у тебя 15 лет, ты думаешь, ты думаешь, когда он сказал полица? Я считаю, что школа и это главный инструмент, что нужно делать однозначно, и человеку, и так далее. Потом он видит, что это полица, и что должно быть. Он сказал, Я и в городской школе, и в машинской школе, которые были там. Я держал обе школы, я не могу, чтобы тебя помочь, когда я был там. Я должен был туда. Это был вопрос, с которым ты вышел, а вы пожелали со школой полицейским? А что ты говорил о школе обезбедение? Один человек говорит, что я был здесь больше, чтобы принести столицы, столы и что-то. Я был здесь, но я не был. Все строили себя и все это было лучше. Они думали, что это было лучше. Когда я пришел сюда, все пытаются идти на сламки. Да, сейчас мы увидим, как вы заявили, как вы сказали, как вы сказали обе школы, в городской и машинской школе, это были связанные школы в Новом Саду. Да, только их территория. Только их территория. И ты сказал мне, что ты начался бояться? Я начался бояться, да. Да, я не могу никаких защитников. Не на пути, от дома до школы, а не в школе, в школу, и за время, и так далее. Ты уже успехов? Ты все подняли на тебя и оттенны. Ты облегчила об этом деньги за деньги, и ты поедал это деньги, и я еще работал это деньги за 10 лет? Да, это деньги, и я не хочу сказать, что я не могу сказать, я не могу сказать, что они с этим злосточным, и это больше психически не было в том, что они не смогут лежать, или полы, или что-то больше. Это психический страх. Я не могу ничего делать, и я боюсь, и я адреналини, когда они пристают. А там я еще не понял некоторые вещи, и я не знал что делать. Ты чувствовал себя уничтожением? И это, конечно. Благодаря. Да. И, после того, что ты обратился к всем, как ты знал, ты еще защищал свою маму, родители развернулись в тот момент, отец не присутствовал в тот период твоего жизни. Да. Ты решила купить нож и боксер? Да. Как ты решила? Я не видел никакой другой. Никакой отец не был. Я не был в школе и округа. Никакого не предупреждал. Он мог бы решить, что я предупреждал. Как ты думаешь это? Да, чтобы купить нож. Не чтобы я не мог бы его вил, чтобы я был в мангубе или что-то. Когда я пришел, я показал, что я в тупор, что я не могу повышать, и я не могу больше. Ты пытался купить свою свою ссигуру? Да. Да. Я улучшил себя на тот момент. Ты это от мамы? Да. Да. Вы сейчас, Катарина, когда слушаете, слушаете параллельную работу в вашем жизни, что же все произошло, что вы не знали. Прежде всего, что случилось с вашим сыном, он был здесь как раз? Нет. Никогда. Вы никогда не видели это неизбежное отношение? Нет. Вы можете спросить, есть ли это неизбежное отношение? Нет. Никогда. Я отличный был от первого до восемьего года. Дети, например, не что-то мой, но так было. Он тренировал руками, играл фольклор за то время, значит, дети, например. На десять границах, но вы могли оценить вам место? Достаточно. Вас не гостит на внутреннюю? Нет, не было. Достаточно, не только к нам. Это относится к навиачкам группам, и вот это... Да. Это неbuke мессический, и мы делаем это изобретение. Нажимаешься на группу, тучаешься, скакься, как раз лиц, наигарский партизан, или почему-то. Все было необычное место. из-за какой-то клуба. 4. ноября 2012 ты купил этот нож и боксер? Да, и на 7. ноября это произошло. Дрожил ты это в джепу, носил ты это в джепу? Никому не показал, не благодарил, но только когда они пришли, чтобы они пришли, чтобы они пришли, чтобы взять что им нужно. Что произошло на 7. ноября? Да, и тогда когда я убирал, у меня украли целую колбу. Где ты был? Я вышел на морный турб, на каждой колбасе, так и стоял в окружности, уход за сбоку, поставил долл на пол, как все работали. И когда я обратил, видел, что он стоит примерно поломать метр и два. И я взял в окружности, когда мне нужно идти за работу, но во время, я увидел, что они стоят на моем колбасе, и не будут физически. И там видел, что другой не зашли его, то я обратил, и мне его очередь не было. И я не хочу, чтобы вы когда-то не выходили, и другая мне сообщает, что мои вещи продаются на машинском. Значит, они убежали вещи... Они не могли бы взять деньги, это уже живое, как говорится. Они убежали вещи, продали и потом пришли деньги. Но они убежали в школе и в окрину школы продают то, что они убежали без проблем? Да. Они убежали на машинском, патике, мальчик, шорты... И это не возможно, что никто не знал в школе. Это не возможно, что это не видео, не возможно, что профессори не знали. Нет, это не возможно, да. И они убежали? Скажи? На среду школе, что это патике, шорты, мальчик, сложные, все книги одновременно. И даже на гражданском языке смотрят, что мне нужно или не нужно. Что же, какая книга? Значит, и други говорят, что они познакомили твою патике? Да, и в доме, они говорят, что они продают мне вещи на трюбинах. Что ты тогда делал? Я вышел из автобуса и ответил, чтобы спросить, кто это упал на мои вещи, что это, чтобы мне обратить. И так было, я уже спросил. Некоторые девочки сидели тут в порядке. Не знаю, мы сейчас пришли, не только ничего. Это мой взрослый. И померил на другую сторону. Значит, вы купили свои вещи? Да, что я здесь. И померил в страну. Дану следом, я искал все остальные, что еще были в Турбе. И тогда появился один познанный, не другой, но я познакомил его только из машинской школы. Я спросил, что у меня есть проблемы, что это было. Я ему скажу. И он говорит, что в кантине, что у меня есть какие-то книги, и они видят, что это твои. И? И я пошел в кантину, и некоторые девочки смотрят эту книгу из Немецкого, как я помню. И если это моя книга, он говорит мне, что я сейчас купил, что это твои книги. И если это моя книга, то я увидел, что мне пишет, что я подвлечил, что все все видят. И он, по бесстану, бросил мне книгу в рот, и уходил на поле. Но у меня не было ничего с этим, он не купил ни книгу. Да. И тогда? И тогда я вышел на поле, в дворе с книгами, и тогда они сами с себя были подвели, и они взяли. Я пришел на кого-то, чтобы искать на школу. Как выглядит эта ситуация? Ну, два гиллитера, так как я называю, и они быстро ходят к мне, и они подвели на меня, как, кого ты пришел на меня, и что ты искал на тебя, и что ты искал на твои вещи, и когда ты станешь люди, и я не сказал, что вы искал на кого-то, и что ты искал на нас, и я не знаю, как ты на нас проживаешься, и я не знаю, как все за первый путь их видим на стол. Угу. И как, сейчас, чекай на следующий час, как, он с вами завршит, и ты увидишь, и как... Крионни, и двоица седали на меня. И он с том циглом, коюю има у руками. Сейчас ты видишь, как, сейчас я вам звать экипу. Угу. Како се полиция обходила према тебе? Иностранство Угу. Субтитры создавал DimaTorzok